ребята всем огромное здравствуйте с вами алексей грильков сегодня наконец-таки покажу жульен давно уже просил почему я его не очень люблю покупать во всяких ресторанах барах и т.д. т.п. я когда вижу вот эту кокотницу вот из-за этого плевок просто две столовые ложки нужно заплатить 250 рублей принципиально заехал посмотрел 250 рублей одна кокотница две столовые ложки за что это чертовски вкусно но мне жалко таких денег платить поэтому хотелось бы сегодня показать вам этот рецепт в домашних условиях я его делаю так естественно там хреново тучи разновидностей люди делают из курицы делают из креветками я скажу более такой в какой-то мере на бюджетный вариант но ничем не уступающий по вкусу по поводу того как я это буду делать я решил показать интересное интересный метод приготовления мы будем использовать булочки почему да потому что кокотницы у половины людей нету и у меня даже их нету потому что я не вижу смысла мне очень нравится в булочке можно по сути эту кокотницу потом из хомячить потому что она пропитается этим вкусом грибным и будет очень-очень вкусный можно приступить к приготовлению в рецепте я задействую 2 небольшие красные луковицы если что возьмите одну она порезана полукольцами ребята опять же повторюсь я это делаю так естественно нет и не значит что это традиционный какой-то рецепт я довел до себя такую систему что мне кажется это идеальным дальше идут шампиньоны здесь 200 грамм их нужно будет с вами нам нарезать такими вот полосочками не сильно тонко но такое что-то нечто среднее далее у нас идет ветчина здесь 4 куска суммарно по весу где-то грамм 100 нарезка у нас происходит такой некой соломкой но тут смотрите сами я буду делать где-то вот так а вот приглашаю вас теперь к сковородочке добавляем масло подсолнечного так как грибы очень любят масло поэтому добавляем побольше но это не все ребят возьмите грамм 50 сливочного масла я знаю что это жир но это должно здесь быть чтобы придать сливочный вкус добавляем сюда лук по поводу температуры будем все делать на чуть ниже среднего огня а также закидываем сюда грибы далее все нам нужно будет с вами перемешать и прожарить по времени смотрите сами до готовности не будем терять время пока у нас тут все это будет готовиться сейчас грибы сильно сильно ужарится мы займемся булочки потому что их нужно немного подготовить давайте на примере 1 вам покажу срезаем крышку крышку не выкидываем это все очень симпатично будет смотреться делаем аккуратный надрез нам нужно убрать из булочки мякоть соответственно подключаем руки и аккуратно достаем ее оттуда тем самым создаем пустоты в булочке чтобы потом ее полностью заполнить жульеном лишняя влага ушла испарилась теперь грибы переносим в посудину пусть стоит отдыхать можете в дуршлаг поставить чтобы лишний жир стек и на этом же масле обжариваем ветчину буквально 3-4 минуты нам нужно ее слегка золотить ветчину отгружаем к грибам и луку сюда добавляем свежемолотого перца и так как ветчина у нас была соленая поэтому вот буквально щепотку соли все перемешиваем между собой в сотейник добавляем 30 грамм сливочного масла масло растаяло теперь через просеиватель добавляю одну столовую ложку с горкой муки вмешиваем нам нужно добиться такой уже некой однородной кашицы главное чтобы не было комков огонь при этом у нас чуть ниже среднего и в таком виде ну скажем так прожариваем буквально минуту главное не уходите и постоянно постоянно перемешивайте очень важный момент теперь нужно влить молоко как это все делается нам понадобится где-то 170 200 нет 170 дать это 160 170 миллилитров смотрите молоко должно быть теплое вливаем немножко струйкой сразу сразу замешиваем в таком виде перемешивая еще должно пройти где-то минуты две добавляем грамм 50 70 сыра я использую чеддер вы можете использовать какой-нибудь белый сыр обычный российский подход не хотя российский эдем хорошо подходит или гауда добавили и теперь все вмешиваем ждем пока соус растой соусы растворится добавляем немного совсем чуть-чуть мускатного ореха тертого щепотку соли свежемолотый перец все перемешиваем я надеюсь сейчас будет видно какая консистенция получается потому что получается она вот такая вот тягучая видите это то что надо после того как все специи вмешались всю эту красотищу везем сюда и вот так вот заливаем перемешиваем нам нужно чтобы соус был везде потому что он сейчас будет немножко охлаждаться не будет такой эластичный поэтому сейчас сейчас нужно как раз привести все такую вот форму я делаю соуса обычно побольше потому что мне он очень нравится перейдем сразу же к сбору вот она булочка берем начинку не жалеем вот прям от души я знаю что многие делают с курицей многие делают с креветками но мне кажется с ветчиной самое такая вот вкуснотища тем более вы видели из чего делается соус это очень сытно это очень вкусно это некая я бы даже сказал разновидность сырного соуса для нежности добавляем сверху сметану чуть-чуть возьмите не жирную тут уже как бы и так конечно все жирно можно взять и пожирнее но все-таки не надо чуть-чуть вот такую шапочку создаем именно из сметаны тем более что она даст нужную кислинку дальше идет опять же сыр я буду использовать точно такой же как использовал в соусе то есть чеддер делаем вот такую вот шапень называется грильков добрался до сыра нато господа фактически все готово сужену смотрится наташка да классно ребят вы наверняка спрашивали зачем вот эти вот оставались крышечки рассказываю вы их сейчас также ставите на противень вот так вот они должны немножко подсушиться на представлении блюда покажу как это все употреблять скоро преддверие 8 марта делайте такое не в чатам потому что это очень нежно и вкусно почему я сейчас это рассказываю ставим разогреваем духовой шкаф до 180 градусов на 3-4 минуты это уже все готово главное чтобы сейчас образовалась сырная шапка встречаемся на представлении блюда и будем пробовать жульен в булочке готов но такая разновидность жульена может конечно это и не то давайте я расскажу как я все это себе вижу по сервировке у вас остаются эти крышечки они такие немножечко подсушены смотрите берем начинку уже вместе с сырочком который там за тусин который плавится и ставим сюда здесь видно как сыр плавится почему всем так нравится как сыр плавится мне тоже правда нравится давайте поработать по своим предпочтениям я конечно больше мясоедов для меня зажарить стейк там кусочек карбоната еще чего то это гораздо гораздо вкуснее но есть такие блюда которые очень нежные и очень вкусные и изредка их приготовить и съесть получаешь колоссальное удовольствие вот этот жульен в булочке относится именно вот к этой касте что давайте по советам для начала значит смотрите грибы лук обязательно досаливаем потому что здесь у них есть свой вкус перечно соленый и соус тоже доводим до ума не забудьте немножко мускатного ореха он придает вот такой вот изюминку ореховую очень очень нужную без нее будет немного не то сыр я бы сказал но если чеддер не найдете я сам случайно не наткнулся я бы так если бы не нашел купил бы скорее всего гауду по что гауда подходит на все 200 процентов в этом блюде на мой взгляд очень важна подача то есть это вот эти крышки это можно можете приготовить на какой-нибудь праздник да например если приходят гости одну такую съедаешь и нормально но здесь 4 столовые ложки они 2 за 250 кстати по поводу стоимости на все про все получилось 370 рублей но вот вы мне скажите мог сможете ли вы в каком-нибудь ресторане сказать извините не убирайте кокотницу я ее сейчас хомячу а здесь в домашних условиях не повреждив ни одного зуба вы сможете сделать так кокотица кокотица булочка в кузнече 5 жулина если честно булка пропитывается этим соусом и она вот прям вот состоит из него но это просто шедевр серьезно если понравился такой рецепт ставим пальцы вверх разумеется да я не знаю что жулины больше не буду делать вот чисто хотел показать один то что делать то же самое с креветками то же самое потом делать с куриной грудкой можете использовать именно другие ингредиенты мне нравится очень именно с использованием ветчины с вами был алексей грильков подписка на основной канал на лайв канал ссылка на группу вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока поздравляйте своих девчат вкусно я вам рекомендую наташ ты оператор в первую очередь